образование и работа фармацевта в испании сегодня поговорим на эту тему у меня в костях анастасия у которой опыт работы фармацевтом уже более 8 лет если у вас есть вопросы задавайте в комментариях обязательно ответим также напомню что у нас уже на канале есть одно видео с анастасией где мы поделились информацией об аптеках в испании ссылочка в описании к видео перед тем как мы перейдем к рассмотрению текущей темы подпишитесь на наш канал дайте нам авансом лайк потом можете забрать если не понравится а сейчас я стремлюсь к анастасии с нашими вопросами про работу фармацевта как стать и какие плюсы-минусы этой профессии анастасия привет здрасте анастасия расскажи как вот стать фармацевтом здесь в испании на своем опыте ты училась в обычной школе в средней школе да да я почти закончила 4 с это как 9 данного нашего и пошла в колледж некоторые сдают экзамен перед этим чтобы попасть в колледж потому что не добирают некоторые баллы я в том случае не сдавал потому что меня оценки были хорошие очень я сразу попал в колледж раньше этот колледж был годовой сейчас его сделали два года совместно с практикой это платный колледж или если у тебя хорошие оценки то бесплатно тут не зависит от оценки есть платные стандартные и есть бесплатные бесплатные от государства ты можешь поступить также если у тебя хорошая или плохая оценка и платные это просто если находится в частном секторе то есть имеется ввиду при частной какой-то школе при частном университете да то тогда там надо оплачивать конечно не оплачиваешь как у него сетете но там маленькую сумму надо будет платить какой-то конкурс на каждое место все желающие могут попасть в принципе может могут попасть все желающие иметь главное оконченные 4 с и либо же 1 или 2 бочеря и мест хватит на всех или все таки есть какой-то конкурс нет там есть конкурс определенно набирает в основном в один класс стандартно 20-25 человек и тоже вот как я и говорила общий балл и тут очень сильно влияет и с каждым годом он меняется может быть общий балл 8 баллов общий балл может быть 97 зависимости поэтому тоже надо смотреть какие общие баллы тот год когда вы хотите поступать и стараться получить высшую оценку либо же в идти тогда уже сдавать экзамен чтобы немножко как прибавить немножко себе баллов почему ты выбрала эту профессию я если честно я не хотел пойти на другую профессию я спас с моей подругой пошла на медсестру обучаться да а так как тут ту частную школу где как раз она тоже платная я пошла заполнять документы матрику также было собеседование с директором и совместно вот какая с моей подругой и так получилось что мы когда разговаривали с директором мы сказали мы хотим пойти на медсестру и она нечаянно записала нас на фармацевта такая маленькая ошибка но эта маленькая ошибка сыграл очень большую роль и я поняла что это моя профессия и я когда начала первые дни ходить углубляться я даже как-то не рассматриваю эту профессию но с учебой я поняла что это мое и так как идут параллельные классы медсестер и смотря как обучая обучаются на медсестру я поняла не на медсестру я бы не могла все-таки фармацевт это другое ты участие углубляюсь мир медицины лекарства ты помогаешь людям не физически помогаешь а можно даже сказать эмоционально часто на таких курсах даже бывает именно отдельный урок психологии как работать с каждым клиентом когда есть какая-то проблема как общаться как подойти к человеку когда он агрессивный допустим зол да или он расстроен чем-то поэтому мне это больше подходило я понимала что это мое я могу помочь человеку именно эмоционально и помочь именно каким-то лекарствам и сейчас спустя уже сколько лет ты 8 лет работала и ты пошла работать сразу после окончания обучения да мне очень повезло в то время когда я начала работать очень многие из моего курса не имели такую возможность многие закончили практику и не могли найти работу очень много людей сейчас особенно русскоговорящим им очень везет потому что здесь очень популярно и в каждой аптеке получается ищет или стараются нанять русскоговорящего человека ты находишься в тарвихе наверняка язык там один из самых популярных в принципе наверное знание немецкого французского и других языков тоже будет большим преимуществом как мы уже говорили в предыдущем видео испании эта страна туризма и конечно каждая аптека хочет иметь преимущество в виде сотрудников говорящих на языке клиента очень часто даже аптеки имеет по два человека таких чтобы имела допустим возможность перейти и утром и вечером ты когда обучаешься чтобы окончить успешно обучение ты должна сдать экзамены или достаточно прослушать курс нет надо сдать экзамены стандартно на хорошую оценку потому что если ты чуть чуть ниже возможно что не не пойдет по не получится у тебя пройти дальше и что в этом случае делать иди на повторный курс ну тут разная ситуация получается либо кто-то повторяет курс либо сдает только отдельный предмет вот допустим у меня сейчас есть знакомая которая как раз и сейчас тоже обучается и раньше такой не было возможности сейчас больше дают такой возможности ты можешь допустим какой-то определенный предмет который не сдала и пойти обучаться допустим в другой части школы или университета где тебе ближе и на дистанции или онлайн особенно с этим к видам здесь намного лучше стало что ты можешь не посещать все предметы можешь сдавать онлайн как так получилось ты говоришь вот мне повезло я я не верю в две вещи везение случайности я знаю что это все закономерности кто-то чуть чуть больше поработал кто-то где-то прошел лишнюю милю все это совокупность факторов так или иначе и вот когда человек закончил прием на работу зависит от твоей средней оценки может быть какие то есть качества которые больше ценят при приеме на работу скорее всего качество вот именно как ты сказал подчеркнул качество человека как он работает и плюс как он общается с людьми как он общается с теми с кем он работает потому что есть люди которые не важно общение вот я решил вот так вот буду работать стандартно как мне обучили и все и очень часто в аптеке любит чтобы придерживались норм то есть если сказали раскладывать лекарства так тот только так нет как по-другому и да все строго если ты идешь по этим протоколам если ты все соблюдаешь очень часто на это смотрят шефы и конечно они берут за этого таких людей и они тоже так же смотрят как ты общаешься с людьми если ты общаешься хорошо ну то есть ты можешь объяснить никаких не используешь нормативных лексик и не используешь такое бывает бывает и бывает всякое особенно бы я видел испанки некоторые они очень эмоциональны и бывает что приходит человек допустим чем-то недовольные и они могут объяснить один раз да и когда им все надоедает да такое бывает у нас это редко очень бывает а вот испанцев допустим такое бывает часто как-то на практику попала и как вообще все все попадают и должна самостоятельно найти место для практики либо вас распределяют но там где есть два варианта либо ты сама выбираешь аптеку если есть возможность дайте как понравилось какой-то и ты подаешь документы именно туда или просит чтобы они со своей стороны подали в школу либо же если не нашлась такая аптека по какой-то причине потому что не берут практикантов не нравится или еще что-то или не хотят брать ответственность то тогда ты просишь учителей и они подыскивают тебе аптеку и ты там говоришь в каком районе ты хочешь чтобы подыскали потому что у меня получилось так что я жила в одном городе я не жила в тарвейхе я жила в альбатере и мою школу находился в эрвуэле и первоначально я не могла найти в альбатере аптеку и они мне сказали если хочешь мы тебе можем найти в районе эрвуэлы я сказала если можно пожалуйста но в итоге я нашла аптеку в альбатере там была одна только аптека которая принималась студента хорошо ты устроилась на работу можешь пожалуйста сориентировать я понимаю что ситуация может отличаться в городах в зависимости от аптеки и так далее но такая средняя температура по больнице если человек хочет выбрать профессию фармацевта на какую зарплату он может в принципе рассчитывать на на что ориентироваться но раньше было допустим периоде где-то 800 евро до 1200 сейчас по моему чуть-чуть повысили в прошлом году где-то 900 евро до 1000 1300 евро то есть минималки сейчас минималка уже 1000 с чем-то то есть это в принципе минимальная работа минимальная зарплата и далее доплата зависит у вас от чего-то от количества продаж от переработки от чего вот стандартно получается 1000 до в аптеках правильно сказала в основном когда аптека 24 часа там больше чуть-чуть часов ты работаешь и где-то получается 1300 где-то вот так примерно вот тебе доплачивают дополнительно какие-то бонусы можно сказать когда ты перерабатываешь часы то есть если это какая-то какой-то определенный день когда надо будет открыть аптеку по испански это guardias да либо ночные ночные в основном оплачивают отдельно либо же перерасчеткой там часов тоже бывают зависимости это тоже зависит от аптеки и какой обычный график аптека работает обычно там с девяти утра и до девяти вечера все это время работает один человек либо вы меняетесь посменно как-то получается в стандартные обычные аптеки работы с 9 до 2 и потом с 5 до 9 и вот допустим маленьких городах я заметил что в основном стандартно все один и те же люди работают то есть утром и вечером здесь больших городах популярность стала что они распределяют на 2 2 группы то есть первая группа работает утром вторая группа работает вечером и есть конечно аптека 24 часа работает круглый день и получается и в ночь тоже и там уже распределяется тоже на 2 группы это получается утром и вечером плюс один или два человека в ночной и также идет еще дополнительные как помощь да это уже отдельный график и один и получается возможности часы как ты относишься к все есть и когда работает один человек и вас получается с двух до пяти три часа сиеста а с одной стороны как бы хорошо можно отдохнуть но с другой стороны ты работаешь до 9 вечера с одной стороны да я согласна что это хорошо можно отдохнуть с другой стороны немножко тяжеловато потом возвращаться опять в эту же рутину работы вечером но поработав 24 часа ты иногда понимаешь что все таки это плюс ты можешь надо отдохнуть особенно после ночных когда идеи и были какие-то дни ночные плюс у тебя ты отработал утром и у тебя вот так вот идет сеста ты можешь хотя бы вот эти часы поспать отдохнуть и потом начать опять работать и до 9 если честно это не так много потому что бывали аптеки которые вот как раз работают как я говорю до 10 до 11 до 12 это намного тяжелее если честно для себя какие основные плюсы минусы этой профессии ты бы выделила и поняла что плюсы то что ты можешь помогать людям минус наверно сложный график все таки да и вот получается как ты правильно подчеркнула что мне очень нравится помогать людям я очень люблю общаться с людьми я очень стараюсь можно сказать всем сердцем помочь чем могу минус это вот графики особенно я заметила я в первый когда первый раз поступила на работу я попала как раз тоже 24 часа аптеку и я неосознанно так замечала график можно сказать еще и на было начала только первый раз работать потом пошла работать в обычную аптеку обычным графиком и потом опять я попала в 24 часа и я поняла насколько это тяжело 24 часа все-таки 24 часа ты перерабатываешь очень много очень часто мы устаем очень часто клиенты жалуются что мы медленно реагируем особенно ночью когда это ночные бывают графики до ночной делаешь дежурство дежурство да получается очень часто жалуются что мы медленные что мы не можем быстро понять что хотят люди и они тоже должны понять что этот человек он до этого еще работал и бывало что до этого еще несколько ночей делал и это очень тяжело или бывает когда некоторые аптеки воскресенье разделяют людей допустим да они работают и утром и вечером а есть которая говорит аптекам нет вы переработаете воскресенье 13 часов без перерыва можно по законодательству трудовому если ты распределяешь правильно часы то есть дают потом выходные да да если допустим ты работаешь 13 часов и потом тебе не дает отдыхать конечно это нелегально поэтому в основном стараются распределять часы и давать больше выходных если перерабатываешь либо же платить отдельно это зависит от человека в целом здесь следует нормам закона платят все по букве закона есть какая-то часть зарплаты бонусы в конвертах или выйди переработай но мы тебе за это не заплатим нужно помогать аптеке сложные времена и так далее насколько вот ты защищена законом не конкретно даже может быть твоя ситуация там с твоим шефом а в целом ситуация которую ты видишь наверняка ты общаешься с коллегами но у меня было я просто из-за того что я поменяла тоже несколько аптек у меня были ситуации когда до не хотели доплачивать часы которые ты перерабатывал и были такие там говорили вот сложно да как ты говоришь ситуация аптека сейчас может или еще что-нибудь но в основном так боятся что будет какой-то штраф или налог или еще что-нибудь то стараются соблюдать конечно законы и выплачивать если там какая-то у них трудности они говорят давай это я если не смогу сейчас заплатить давай я тебя дам неделю отпуска получается чтобы хотя бы компенсировать как-то по часам или еще что ну просто просто это уже договариваться а ты не знаешь вот смотри например если человек переехал из россии из украины и у него просто образование никак не связано с медициной с фармацевтикой то есть получается любой человек в принципе у кого здесь есть вид на жительство наверное да может пойти в этот колледж и получить в течение года 2 образование фармацевта и иметь возможность устроиться куда ну что я знаешь вот больше я очень часто замечаю что наши люди приезжают и ищут любую работу я вот всегда говорю если вы ищете любую работу вы не найдете никакую даже любой предприниматель у кого есть бизнес будет смотреть ему непонятно ну смысле любую работу даже ты повар ты программист и космонавт ты же не можешь делать любую работу которая требуется для этой компании поэтому очень важно получить какие-то навыки конкретные навыки которые помогут найти работу мне всегда хочется раскрыть больше возможностей например сейчас я уже кстати второй человек его я знаю кто в эту сферу пошел через колледжи всего один-два года ты учишься и тебя в принципе есть профессия здесь в испании и ты можешь уже искать работу особенно в крупных городах мне кажется у тебя шансов будет больше чем искать любую работу и для этого же не требуется никакое предварительное специальное образование тебе нужно будет амологировать свой если у тебя из украины из россии диплом может быть доздать какие-то экзамены если идет конкурс но это будет экзамены по общим предметам наверняка можно уделить некоторое время подготовиться к этому ты не знаешь какие экзамены сдаются если не хватает баллов или если конкурс очень высокий ну вот как это и сказал что можно перевести свои дипломы и это сдать вот этот стандартный базовый экзамен этот же базовый экзамен ты сдаешь как чтобы набрать баллы там идет тоже зависимости от профессии три предмета допустим моем случае это было физика математика и английский и вот стандартные люди могут пойти также есть специальная я не скажу что это школы это специально люди которые частные занимаются как подготовка к экзаменам допустим поступление университет или колледж и они также могут немножко помочь или поработать вот эти вот как раз предметы и вот издаешь вот эти таблины предметы получаешь базовую оценку и можешь поступить это в этом нету проблем никакой иметь конечно надо вид на жительство и прописку еще я работаю с одной школой валенсии но думаю что у других тоже есть такая возможность у них курс испанского с подготовкой к сдаче экзаменов университета но конечно в колледж вы точно сдадите после такой подготовки потому что в университет более сложные экзамены но предметы те же потому что многие приезжают будущие медики они приезжают поступить сюда в университет у них уровень испанский еще не очень высокий нужно испанский подтянуть и плюс еще конечно же понимать особенности испанского образования вспомнить то что ты забыл возможно после школы очень хорошая возможность курс длится 8 месяцев вот за 8 месяцев если у вас даже испанский уровня b1 вы через 8 месяцев практически гарантированно если вы будете реально учиться вы сдадите этот экзамен ну чуть-чуть отучитесь и уже будет какая-то профессия а что касается отпуска как сколько дней фармацевт имеет по закону не отпуска но по закону получается 4 недели то есть месяц стандартная по моему как и везде и в испании в основном анастасия есть какой-то у тебя месседж напутствие тем людям которые сейчас рассматривают работу фармацевта для себя было у тебя что-то ожидание реальность как ты представляла себе как это будет когда пошла учиться и что по факту получила но если честно когда я обучалась в аптеке мне все нравилось это был для меня новый мир но конечно немножко можно сказать разочарование но с другой стороны радость как мы в прошлом увидели говорили как ты заходишь только в аптеку тебе говорят забудьте все все абсолютно все что вы обучали все абсолютно единственное только по алфавиту раскладывать лекарства говорят это совсем другой мир здесь надо иметь деликатность здесь надо подходить к людям можно сказать с интересом и показывать этого интереса что да тебе интересно что человек тебе рассказывает он может рассказать свою жизнь дополнительно проблемы так что самое вот наверное я бы порекомендовала этим людям которые дальнейшем потом будут работать это иметь большое терпение потому что не все имеют это терпение конечно в аптеку приходят самые сложные клиенты наверное каждый со своей проблемой причем каждый считает что его проблема самая важная в текущий момент да поэтому терпение любовь к людям к жизни это наверное самые важные качества я бы точно не смогла работать мы ему своей эмоциональность поэтому я считаю те люди которые пойдут обучаться на аптекаря и будут работать могут не бояться что останутся без работы это всегда нужная профессия здесь всегда будут люди и всегда нужна помощь конечно тем более наш канал предназначен для русскоязычной аудитории если вы владеете русским языком у вас будет образование фармацевта ну вы точно не останетесь без без работы потому что если вы владеете на странным языком особенно русским я думаю что вам всегда будут рады любой компании анастасия спасибо большое за уделенное время было очень интересно и рада заочному знакомству теперь до личной встречи до личного кофе в тарифьехи друзья спасибо что досмотрели наше видео до конца будем рады вашим вопросам в комментариях вашим лайкам потому что нам важно видеть вашу обратную связь спасибо что были с нами пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok